Принимают подарки и поздравления. 1 апреля свой юбилей отметил детский сад номер 106. Дети и сотрудники организовали праздничное мероприятие, а в гости к юбилярам пришел депутат Магнитогорского городского собрания Олег Казаков. На праздники побывала и наша съемочная группа. Отчего у нас веселье? Праздник тут? Какой сейчас? День рождения! День рождения! День рождения у нас! И не зря наш детский сад праздник отмечать! С днем рождения мы сейчас! Сад наш поздравляет! Меняются поколения детей, одни сотрудники приходят на смену другим. И только сам детский сад номер 106 бессменно вот уже 60 лет слышит веселые песни и видит задорные танцы малышей. От имени депутатов городского собрания, от имени городского собрания депутатов, от Магнитогорского комбината, от ООО «Римпуть», директором которого я являюсь. И от всей души, от всего сердца поздравляю вас с вашим юбилеем. У вас очень нелегкий труд, наверное, даже, можно сказать, тяжелый труд. Тут работать с детьми – это всегда нелегко, потому что тут закладываются основы воспитания. Наверное, мы тут все узнали, что такое хорошо, что такое плохо. Можно очень много говорить, поэтому я от всего сердца поздравляю вас. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, терпения. К юбилярам Олег Казаков пришел не с пустыми руками. За особые заслуги в труде, почетные грамоты и слова благодарности получили лучшие сотрудники детского сада. Среди них не только педагоги. Вот уже почти 30 лет складом садика заведует Райса Мурзагильдина. Говорит, хоть напрямую с детворой и не работает, но любовь к детям и особая атмосфера коллектива держат на рабочем месте. Во-первых, я привыкла, но коллектив такой хороший, заведующая хорошая очень. Ну, то, что рядом с домом ездить никуда не надо. Ну, наверное, привычки детей люблю тоже так же. Работать в детском саду и не любить детей невозможно, уверена заведующая детским садом. Ирина Панкина работает в дошкольном учреждении уже больше 20 лет. Начинала простым воспитателем. Теперь в ее ведении весь коллектив. Два с половиной десятка сотрудников и больше сотни детей. В детском саду педагоги, я думаю, должны быть любящие, в первую очередь, детей. Кто пришел в детский сад из педагогов, он остается на всю жизнь в детском саду. Несмотря на солидный возраст детского сада, оставаться молодым ему удается за счет задора ребятни и любви сотрудников к своему делу. Елена Старостина, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.